Добрый день, дорогие друзья! Вторая карта противстания G2 против команды Williams Продолжаем мы смотреть за DreamHack'ом Студия RUHUB, Александр Заграги-Думенко Со мной мой коллега Андрей Нишарт Давайте смотреть вторую карту Да, Vertigo долгожданный Будет интересно посмотреть за ним Все-таки не ясно, чем закончится эта история И будет ли 1-1 Или же все-таки у французов есть в рукаве Какой-нибудь туз, козырь Ты как думаешь, вообще G2 или не G2 все-таки? Ты знаешь, не увидел я, к сожалению, для меня Ребята из команды Williams на первой карте В общем-то, да, это был пик их оппонентов Но, так или иначе, я вот немножко разочаровался после первой карты Будет интересно посмотреть вообще, что будет на карте Vertigo Друзья, ну и, в общем-то, действительно, карта достаточно новая Интересная, непонятно, что ждать от коллектива Вообще всего было сыграно у команды G2 0 карт на протяжении всего времени Ну, это мы не знаем, а вдруг они на прагах там На прагах, да, на прагах, да, разумеется В социальных матчах не было Ну и вот давайте смотреть 4 в 4 ситуация По итогу Williams заходит на точку B И бомба уже устанавливается от Nex И 114 в 4 не самая простая для ребят с команды G2 Плант вообще, наверное, через КТ выбивать очень проблематично Получается, там очень нужна синхронная такая атака Еще и с спины Шокс пытается с распауна террористов Зайти на лестницу В бачину Тут его эсперанты-то и забирает Минус также от Intu А вот он Nex по фрагу И конец Команд G2 Очень довольным был Да, ну, друзья, наверное, вот Vertigo Это такая единственная карта, вы знаете Которая является именно такой явной картой Для Т-стороны Все остальные карты плюс-минус где-то 50 на 50 Где-то поменьше, где-то побольше Но вот Vertigo Это та карта, которая, ну, очень много раундов за атаку себе может позволить 10-5, 12-3, 11-4, что-то типа такого В принципе, это уже стало плюс-минус таким небольшим дефолтом И из-за чего? Именно из-за точки А Потому что Аплент Сложно дефать, невероятно сложно Здесь буквально пару смаков Откидываешь и занимаешь эту самую позицию И в итоге выигрываешь раунд И как будут ребята показывать себя, соответственно Вот в чем вопрос Пока что первый раунд ребята из команды Велин взяли Ну и, наверное, идут за вторым Тут вроде как нет форс-раунда Поэтому, по идее, джету должны своих оппонентов отпускать на второй Это по идее А сейчас Видно, что Заход, куда Аплент откладывается Велинс не торопится против пистолетов Без армуров Думаю, что, возможно, и форс-бай таки будет реализовываться Ну и закидка первого гранаты Уркер воспитупает эсперанто Нексус сжигает джекса Хантер делает два минуса маны И киннис падает Остается у нас шок до лаки И одному и другому будет крайне тяжело Да, так и есть Второй раунд для команды Велинс Уже подходит Эсперанто убивает шокса Лаки последний Это 2-0 Это 2-0 для коллектива Велинс Третий раунд не с горами По идее Но, с другой стороны, NG2 у нас будут закупаться И есть девайсы, соответственно, Аука Джекса Кеннис с Эммочкой И, в общем-то, все плюс-минус неплохо для них Аманек, правда, будет работать с Юмпа Но это не какая-то такая огромная проблема Более того, у Хантера также есть МП-5 Не стал у меня девайс, как и Некс Да и, в общем-то, зачем, если с этими девайсами Действительно можно делать фраги? Вот, пожалуйста, Хантер находит фраг по Джексу О, понужит для себя эсперан Хантер, что-то, ничего себе Вот это тот парень, которого я видел на карте Мираж, который действительно заходил, убивал всех Но вот что было с ними на Нюке Совершенно другой вопрос Пока что третий раунд Действительно, похоже, что может уйти Ребятам из команды Велинс Некс еще с Юмпа перестреливает Аманека И Лаки еще убивает Да что вообще такое здесь происходит? 3-0 Очень и очень неоднозначная игра пока что от французов Первая закупка выглядела еще более потерянной, нежели эко-пистолеты И Вертига красочен, конечно, во многом Клевый пролет и вот это все Но... Насколько играбельно? Особенно для французского коллектива Мы узнаем прямо здесь и сейчас У меня есть небольшие подозрения, что Джету не готовили Вертига Ну и они просто решили сыграть эту карту Они просто решили не забанить ее первой Да, а смысл? И поплатиться за это Потому что видно, что вот не все позиции как-то вот разыграны Не все примерно понимают, что тут происходит Нужно делать И... Боюсь, вот это, кстати, ловушка от команды Велинс, которая сыграла Если бы еще и Нюк забрали действительно, а у них были все шансы То было бы 2-0 Но вот на третьей карте, боюсь, сложно будет для команды Велинс Если она будет... Тут тоже будет сложно, на самом деле Да, второй, друзья Таак, Кенис Хорош, смог Ну вот о чем и речь как бы идет, да? Ну Все, увидите, друзья, сами Он старался Он старался Сейчас же снова по доплэнтам будет небольшая заварушка Насколько плотно Кенис будет делать минуса Я сейчас, в принципе, и узнаю Минус от него по Хантеру Досадная такая потеря, на самом деле, для команды Велинс Но при этом даже 5-4 можно реализовываться Но Кенис продолжает делать свои репики Рискует, но жив-здоров остается Так что ничего страшного Жив-цел орел Кенис С авиком Смотрит за ход Тут летние У него 62% здоровья Позицию это должны читать, ребята Джексон, соответственно Здесь Аманек рядом Будут пикать Вот это интересно Два фрага, в принципе, сделали Аманек забирает своего тиммейта Ааа, вот оно что Вот так вот два фрага Неприятно Неприятно А я думаю, что два фрага сделали Первый сделал, почему-то 3 в 3 Как-то не так Это должно работать Но так или иначе Заход-то будет Не, Кенис Кенис Убивай Кенис Никого Убивает Кениса 2 в 2 Ситуация 40 секунд на таймере Ну что В принципе Все еще можно взять Вот тут Кто перестреляет друг друга Один хп у Лаки Лаки живет Но Отто убивает Здесь Шокс приходит На репики Убивает Некс остается 1 в 1 Против Шоксевича Шокс Шокс увидит ли Увидит ли Нексу сейчас Но слышит и убивает Это первый раунд Для команды G2 Но насколько он был сложный Команда G2 потеряла Всю экономику Всю Кроме одного Шокс подобрал Девай Сейчас опять же будет закуп Но сколько денег у Вильян Сейчас они могут Действительно сделать Вот такой вот Красивый муф Искать ребята А мы вас сейчас Мы бебек Как бы Нормально С другой стороны Французам Ничего не мешает Сейчас прочувствовать Оборону Иначе Так раз таки Набирать раунды Это вот Непонятно реально Почему Ребята не забанили Вертиго Любая другая карта Против Эльнис Смотрелось бы Куда интереснее Мне кажется Возможно Решили протестировать Себя Глянуть Что как У нас на Вертиго Пока никак Вертиго Всегда смотрится Интересно Потому что Это новая карта А с новой карты Действительно Очень круто Понаблюдать В общем то Тем более Когда ты Видишь эту карту Впервые Это тоже Очень здорово Но вот Мне на самом деле Кстати не вспомню Уже кого я Комментировал На Вертиго Первой картой Но вот Плюс-минус Мне понравилось На самом деле А Шеры играли Против кого-то Но не суть Есть первок Аманок Тут с минусом Идет Минус 1 06 Аманок Серьезно Жестко Жестко Дружище Надо бы тебе Статистику Немножко Подкрашивать Здесь Коктейль Молд В лаке Еще и в смог Убивает Нексу Неплохие На самом деле Решение Тут Ребята С команды G2 Но в любом случае Это бомба Заходит И должна Устанавливаться Летний Убивает Еще Кеннис Кеннис Нет Братан Живи Летит Улетает И в итоге Здесь 2 в 2 Но Шокс Шокс Убивает 5-1 Красотища Красотища Продолжается G2 Снова решается Полной экономики И нужно Надеяться На то Что смогут Реабилитироваться Чуть погодя Ты говоришь Шверки Карта Атаки Да вот Чет пока Да Так Действительные Получается Я к сожалению Так и не познался Зен этой карты Сыграл пару раз Не понял В общем то Больше на ней Не появлялся Да прикольная карта На самом деле Со своими особенностями На самом деле Да Тут кто не будет спорить Но при этом Меняется как-то Знаешь Стиль обороны И стиль атаки Совершенно по другому Какого-то переворачивается С ног на голову Сейчас мы это в принципе С вами и видим Кенниса сама Остается снова Двое против пятерых Ни одного хп Оппоненту даже не сняли Ну это Пистолеты В прошлый раунд Был очень важный На самом деле Нужно было его забирать Но по итогу Не смогут Не смогут здесь Господа Взять для себя Этот седьмой раунд Это будет 6-1 Для Виллианс Летний Зачекал своего оппонента Ну и Теперь аккуратненько Бомба перетягивается Не торопясь Никуда В принципе Куда торопиться Минус 0-2 КДА Вот На КДА Кстати Никогда Внимание не обращал И по-моему Даже впервые Вот именно Обратил внимание На минусовое КДА Такого раньше Не видел Интересно То чувство Когда у тебя в команде Играет человек С минусом КДА Теперь это действительно Можно сказать Так оно и есть Хорошая попытка Сделать фраг Но это по-прежнему Минус 1-0-7 И 6-1 Вот мы Отмечали Джеймса Так Который отыграл 0 на 15 Первую половину Ну вот Первую половину Да он отыграл 0 на 15 А вот здесь Поинтереснее будет Молодой человек Тут Аманек Минус идет Минус 1-0-7 Это уже Знаешь Это не 0-0-7 Это высший уровень Агента Интересно А если он закончит Катку с минус 1 Ему из статистики Вычтут 1 Ему из статистики Вычтут Зарплату Сильное заявление Ну вот смотри Реально Если он сделает фраг Он будет агентом Но Ему еще нужно Сделать фраг То есть Он недофрагованный Агент Может быть Он просто скрывается Это прикрытие Быть может Не палится Так сказать Но при этом Шутки с шутками А ведь действительно В Эленс Сейчас Могут нехило Так Взлететь И выйти на третью карту Он даст И втором Я вам просто Отвечаю Борьба будет Не на шутку А на смерть Все-таки Это полуфинал В финале Уже мы Спорт ждут С его оппонента И кто выйдет Из этой пары Будет очень Очень сильно Задача А в финале Разве не набер ждут Ай простите Да Перепутал 6-1 Опыт враг для команды G2 Ребята из Вэленс Все-таки настроены Идти дальше На B Опять же Не самая легкая Позиция И очень странно Почему Вэленс так Прям любят Идти на B Потому что Вроде как Здесь на Заходить попроще Будет Но давайте смотреть Здесь как Также Кстати Три опорника Уже Четыре опорника В общем Не все так Гладко Как могло быть Джекс убивает Отто Здесь уже С разных позиций Но этот раунд Должны забирать В любом случае Эсперанто Правда Убивает Лаки Но 5-3 Нельзя отпускать Уже 4-3 Эсперанто Падает Кеннис Его Пережимает Кеннис Убивает еще и Нексу Летний Последний Ну вот Можно сказать Пришли в капкан Ребята Из команды Вэльянс Убивает Летняя Манека Но это Игра на экономику Чисто здесь Нужно как можно Больше фрагов Сделать летние Он это Понимает Даже если Раунд не возьмет Все равно Это будет Ужен Неплохо Вот Вы ведь деньги Очень много Интересных Задумок От Ребята С команды Вэльянс Вот эти Даже Такие Небольшие Отсадочки Слева На Прострелы Интересно Пытается Работать Не спорю Второй раунд Лиджит Ум Быть может Таки Будет Там Теба Пятерочка За защиту Почему Б и нет Хоть что-то Пока Я вижу 8 раундов И шестерка Из них За команды Вэльянс 6-2 Действительно 6-2 Нужно Вэльянсом Просто Наверное Не мудрить Открываться На Аплент И вообще Забыть Один же Норвался Но Да Пытаются Не нужно Общить Что-то Пытаться Как-то Играть Интересно Здесь Нужно Просто Заходить На Аплент Не Понимаю Почему Вэльянс И вот На самом деле Так отыгрывают В чем Вообще Проблема Вроде как Взяли Первый раунд И дальше Началось Что-то невероятное Ну вот Один смог Просто Дает тебе Плент Ну то есть Это очень просто Ты выходишь Под флешку Там убиваешь Одного Более Я даже Не захотел Плент И так Денег Много Говорит Ребят Я лучше Уйду Отсюда Это 6-3 По итогу Джетут На свои раунды Набирает Защиту А вот это Уже Грустная История Это уже Грустная История Для команды Вэльянс Потому что Таким образом Если Джетут Еще возьмут Поболее Здесь реально Все может Закончиться С счетом 2-0 По картам Так или иначе Но вот Вэльянсы Испытывают Проблемки Последние Два раунда Так точно Но Манека По прежнему Минус 1 Правда Ассист он сделал Теперь Но это Минус 1-1-1-9 Возможно Для него Эта карта Будет Действительно Тяжелой Во многом Но Непонятно Непонятно Как выходить Из этого Вложения 6-3 Действительно С экономикой В атаке Все еще Более-менее Хорошо Складывается Ребята Могут Удерживаться На плаву Да даже В случае Проигрышей В следующем Вроде как Но потом Будет тяжеловато Джекс Занимает Позицию Которую Уже Занимал В прошлом Раунде Должны Ее Разумеется Читать Чекать Под Флешечку Разменивать Ну вот G2 угадывают Очевидно Мы это видим То есть Они В прошлом Раунде Позапрошлом Делали укрепление Точки Б Здесь Они делают Укрепление Точки А Зачекали Никого Нету Информация Пошла Ребята Никого Нету Мы Идем На Б Б Притяжка Уже На Б И тут Остается Получается Один Игрок На Сайде А вот Это Может Сработать Если Господа Из Валянс Все-таки Решатся Пойти На Аплент Они Именно Туда И Идут Похоже Что Так Шокс Нет Все-таки На Авернулись Посмотри Но эту Притяжку Должны были Слышать Топали Очень Серьезно Господа Из G2 Ну И Все-таки Заход Также Должен Быть Да Погоди Сороковая Секунда Заход Можно И на 20 В принципе Оформлять Для Вертига Если Сейчас Валянс Грамотно Раскидают Своих Опорников Под Аплентом На Джекс Как раз Так Сидел На Ящиках Не Запускал Оппонентов Под Мэйн Закидка Пошла На 30 Секунде Как Много Моликов Просто Горят Французы И направо И налево Но Джек Забирает Хантера Некса Размен Минус Также От Кенниса По Эсперанто 4 В 3 Минус А Тот Он На Минус От Летний Кеннис Лаки Вдвое Вот и Все Зачем Придумывать Велосипед Заходи На Аплент Выигрывай Гру Это Вертига Здесь Как бы Ну Все Просто Очень Без Проблем Ну Конечно Это Надо Фиксить Многие На самом Деле С этим Согласятся Что Аплент Ну Очень Легкий Для Атаки Потому Что Ну Вот Он Стоит Достаточно Близко Для Выхода Опять же За Атаку Но Так Или Иначе В общем То Ребята Любят Играть Аплент Многие Сейчас Команды Именно Просто Заходят На Раскидывают Смоки Под флешечку Загоняют Кого-то Зачекать Близкие Дистанции Кто Принимают Это Может Быть Бокс Кстати Который Также Защита Занимает Или Это Какая-то Вот Такая Буз Подсадочка Которая Может Тоже Зарешать Но Больше Здесь Вариантов Никаких Нет Летний 13 ХП Кстати Простил Достаточно Серьезно И Вот Все Эти Позиции Выбивая Откидывая Смоки Вы По сути Выигрываете Раунд Выигрываете Раунд Ну Хотя Б Делайте Ситуацию С установленной Бомбой Кинес Немножко Не везет Сейчас Попадает В стену Ну И Вот Пожалуйста Хантер Заходит Второго Не читает Здесь Шокс Его Перестреливает Шокс О нем Информация Известна Эсперанто Делает Фраг По Аманеку 4-3 Ситуация Должны Уже Заходить Эсперанто Убивает Еще и Шокса Ну Вот Очередной Подтверждение Моих слов Что Действительно Все Очень Просто Для Команды Вейлин Соответственно Для Атаки Здесь Должно Быть Денег Нет У Жит У И Выход На Восьмой Победа В первой Половине Возможно Поэкономической Вставляющей Еще и Девятый Раунд А вот Они Неприятности Для Команды Жит Продолжает На самом Дель Набирать Раунды Вейлин За Атаку Это Вот Реально Смотри Ломонека Четыре Единицы Нет Пять Единиц Ну Извините В счете Минус Один Один Одиннадцать И счет Один Этот парень Собрал Все Единички Только На того Еще не Собрал Осталось Еще На того Сделать Комбас Собран Можно Сет Да Каре На Одинс Раундов Прошло Джиту В обороне Показывают Что К карте Они особо Не готовы То есть Вот Не понимаю Неужели Настолько Были Неуверенны В своем Там Условном Мираже Почему Вычеркивают Мираж Почему Да все Понятки Вот Инферно Потому что Они не хотят Играть Мираж Против Велленс А играть Вертиго Против Велленс Они хотят Ну Ты понимаешь Тут Лучше Вычеркнуть Показывать Которую Вы вообще Не играете Да На Саевовый Вриан Да Но Кто Думал Что Велленс Такие Сейчас Возьмут Вертиго В смысле Я думал Ну Ты думала Ажету Не думали Ну Вот Видишь Ну Значит Значит Мне нужно Быть там А Здесь Да Именно Так Сидели Вы Сейчас Джету Комментировали Анишу Как он Разваливает Не на Карте Вертиго 5-4 Уже Экономически И 9-й Так Мне Вот Интересно Аманек Он Аманек Вот Он Два Фрага Добрый Вечер На минуточку Я Аманек Получите Распешитесь Но Опять же Это Вэльянс Виновата В том Что Сейчас Один Аманек Закрывает Их С С С Минус От Аспиранто Пуамана 2-2 Давай Сики Браздобытий И Шаксу И Лаки Слышит Они Перетяжку Под А Шакс Без Армора Смог Кривой Кстати По-моему Не Да Немножко Есть Дозор Так Они Увидят Раньше Так Она И Получается Лаки Выстрел Первый Сделал Но Это Диггл И В общем С этим Это Диггл Ты Правильно Сказал Лаки Без Диггл Диггл Вэльянс И Останется Всего Три Раунда Первой Половины Что-то Типа От Девяти Шести До Двенадцати Трех Мы С вами Увидим Именно С таким Можно Сказать Пределом Будут У нас Сыграны Первая Половина Но Пока Вроде Как Девятку Взяли Вэльянс Могут Взять Десятку Одиннадцать Это Уже Будет Более Чем Играбельно Но А Гаджету Нужно Просто Взять Еще Наверное Раунда Два Вот Это Будет Хорошо Для Них И Шанс Появляется Прямо Сейчас Джек Забирает Хантерам Приятное Начало Но Главное Чтобы Далее Пудаплантом Никто Не Сыпался Бомб В районе Тарийского Респауна Находится До сих Пор Нужно Будет Как-то Как-то Действовать Тут У нас Еще И Нексус Пачкой Затишье Затишье Плюс Перетярочка От номера Ноль Это Летние Нужно Будет Сделать Сплита Под Б Вернее А Под Б Всего Лишь Один Игрок Это Номер 4 Лаки Лаки Зачек Ласпирант Но Мне кажется Лаки Тоже Увидели Есть Такая Информация Прошла Такая Информация Аманек Так Прилетает Коктейль Молотова Лаки Здесь Все Горит Выкуривают Своих Оппонентов Подсадочка Для Аманека Аманек Аманек Летний Убивание Второго Да Кенес На размине Дула Видно Дула Видно Длинная Дула Очень Длинная Отто Коктей Коктейль Молотова Туда На Выкуривание Некса Правда Убивает Кенес Не попадает Но и Джекс Последний Против Двоих Прилетает Друзья Но Это Разно Здесь Раундов За Атаку Для Альянс Предел Этого Нет На Сам Деле Атаку Сильная Сторона Деест Раундов Я Не Спорю Я Просто Понимаю Что У Джетуса Так И Так И Так Прикоры Ну Да Может Можешь Скринить У меня Тут Не то Чтобы Поправили Скорее Еще Не Информацию Дали Дополнительную Что Аманек Когда Сделал Фраги То есть У него Было Минус 11 11 Он Сдел Друзья А это Закуп На все Деньги Очередной От команды Джету И Кстати Уже Тут Шокс По идее Должен Был Падать Некс Просто Не попал 4 в 4 Ситуация Бомба Заходит Аманек В смоке Интересная Позиция Шокс Еще и летний Убивает Правда Падает Соответственно Аманек Аманек Да хорош Дружище Хватит Рофлить Заходи В КС Играть 3 в 2 Команда Вэльянс В большинстве Кеннис Так же У него 4 единички Но 11 11 Это уже Получит Ситуация Но 11 Для команды Вэльянс Ох Что же С Аманек Это не так Да ладно Тут В целом С командой Джету Что-то Не то Опять же Я буду Много раз Возвращаться К тому Даже Даже Если Команджету Каким-то Чудом Выиграет Это был 3 Я буду Говорить Зачем Было Нужно Оставлять Карту Вертиго Зачем В смысле У команды Джету Отличные шансы На третьей карте На Даст Втором Да И такие же Отличные шансы У Вэльянс С Хантером И компанией Не поспорить Вот он Получает Минус 40 С первого Прокидывает Он забирает Вот такие Кенниса Снова Начало За Вэльянс Сынеран Первой Половиной По всей Видимости Без Боя Не пройдет Да Либо 11-4 Либо 12-3 Но выход Команды Вэльянс На точку А Тут Коктейль Молотова Уже Хаешечка Прилетает Для Джекса Ну что Джекс Так Флешечка Для Джекса Джекс Юмпом Просто бежит Умирать Шокс Правда Разменивает Бэтхантера Шокс Красиво Действует И Забирает Себе 11-й фраг У него тоже 11-11 Сегодня у нас Просто Вертиго Карта Единичек Разрывает Но Шокс Успевает Сделать Фраг Как же Много Работы Шокс Делать Для своего Коллектива Ну и вот Теперь Аманек Остается Последнее Аманек Опять Подсаживают Аманек Ну сейчас Не подведи Сейчас Очень Важный Момент Нужно Сделать Фраг Аманек Красавчик Просто Безумие Это Три фрага Для него 3-14 Защита 4 защиты Аманек Конечно Красавчик Но с другой Стороны Джетту Да вот Как-то Все равно Осадок Остается Ты говоришь Что карта Тсайдет Но есть У меня Ощущение Что не все Так плохо У защиты Может быть Если по-хорошему 4 раунда Мало На мой взгляд Реально Мало Ну хотя бы 4 Это лучше Чем ничего Вот У Аманека 3-14 Хотя бы Не минус 1 Число Пи у него На счете Ну и вот Нужно Конечно Включаться Ему Помогать Потому что Буквально Вот только что Он сделал 2 фрага Ну до этого У него было 1-14 А еще до этого У него было Минус 1 1-11 То есть Очевидно Что у Аманека Игра не идет Это Прям грустная история Ну хотя бы Вэллианс Вернулись Показывают нам Хороший Counter-Strike Потому что Я бы прям Очень расстроился Если бы не увидел Вот реально Команду Вэллианс Которую мы видели На том же Дасте втором Которую мы видели На Мираже Которую мы видели Вообще Вот на протяжении Всего этого Турнира На протяжении Двух дней Ну вот хотя бы Немножечко вернулись Ребята Непонятно Что было на Нюке Возможно Это как-то повлияло Что карта Больше французская В плане То что G2 играли больше Нюк Даже на этом турнире За последние Два дня Может быть Как-то так Но друзья Давайте смотреть Небольшая у нас тут Дефолтная Уже двухминутная пауза У меня ждут Коммершал брейк В воскресенье Друзья Как прошли выходные На самом деле Рассказываюсь в чате Потому что Да Самая печальная Рабочая неделя Начнется Вот уже совсем скоро Хотя с другой стороны До лета Осталось Сколько Дней Крэгги Сколько Сегодня 19 Одиннадцать Жестко А в мае точно Тридцать Одиннадцать Десять Это ваш окончательный ответ Семь Так Да Тридцать один Но Это Не меняется Неважно Сегодня день Простолка Вот так Так это и работает Давай друзья Почитаем в чате Карта КТшная Что комментатор говорит А ну наберешь Вдруг Берешь Андрей Ты Что ты Какой говоришь Тут вообще Это карта КТшная Ну наберет И говорю Я расскажу Как за КТ играть Хорошо Понял У нас кстати Господа В чате Достаточно много Экспертов Которые Оказывается Знают число Пина изусть Ну вот Там парочку Шестерок После запятой Тоже ребят Уважение Респект Интересно Тоже наберете Пока вторая пистолетка Один с четыре На один с раундов Ребята с командой Виллианс Хэпфан Написали друг другу И минуты Тридцать пять На табло Что вообще будут делать Ребята из команды Жду Вот мне больше Всего интересует Как будет проходить Именно их атака Вот давайте С первого раунда Ребята идут на точку Б по всей видимости Тут Хэшка от Некса Готов он заряжать Но летний Летний Его должны зажимать Уже должны убивать В чем проблема Летний все-таки убивает Шокса А бомба-то где? Бомба на Б Бомба на Б Здесь Некса должен Хоть что-то сделать Падает от Аманека Аманек Да что ты просто Безумен Что он делает Он включился за первую половину На пистолетке сейчас Тантер да Вырубает Кеннисон Но при этом бомба стоит Минус так же Аджекса по Асперанто Амана делает Хэт трик Вот так вот Вот пожалуйста Пятый раунд Для коллектива Джетту А вдруг Камбэк А вдруг А вдруг А вдруг Вертига Перевернется С ног на голову И станет Как всегда Да Так или иначе Друзья Нормально Смотрел Евровидение Выиграл Нидерландец Тоже вчера смотрел Кстати Евровидение Голландец Вы хотели сказать Нидерландец Который голландец Ну просто Нет такого Что такое Нидерланды нет Нет Нидерландец А Нидерландец нет Ну это Наберем Поговори это да Великий могучий Как говорится Но Но если вернуться К нашим птичкам То Экономический раунд Для Велианс И закупка уже К следующему Возможно даже Очень быстро Ответка Пока Шокс С компанией Кенниса Просаживают по хп Кеннис умирает Шокс тоже страдает Не понимает Откуда вообще прилетает Но при этом Удается Сделать размен А что происходит Почему команда Джет упадает От юспов От юспов От юспа Эсперанто Даже скорее Вот так вот Ноутлаки Хорошая позиция Одного закрывает И отходит 3 в 3 Можно подобрать девайсы Просто которые там Выпали Это Калаш И мак 10 Здесь наверное Идти не знаю Против оппонентов Наверное Выиграть раунд Не стоит Может быть На экзит фрагах Как то Выбивать экономику Либо же просто уйти на сейв То есть два варианта Других не дано Ну вот Юспу А то-то Нужно идти умирать Ну Опять же Потому что здесь нет ничего Чтобы в общем-то жить Нет никаких таких Суровых вариантов Поэтому Это будет шестой Для команды Джетту Уже 100% Но это выбитая экономика Для них Это потерянный калаш Кстати Да Вот он умирает Пойдут ли за охотой На остальных Сложный вопрос Летний с МАК-10 Ему тут Пофармить было бы неплохо Но вот Падает МАК-10 подарил Но это Тоже Не так уж и плохо Потому что он сейчас Сам нормальный девайс Будет покупать себе А вот калаш Засейвить Это круто Это реально круто Для эсперанто Мог на самом деле Наверное АВП еще Купить Но ребята Решили отыгрывать Без снайперского девайса 4 ауга И калаш Более чем неплохо Ох Закупка в защите Меня на самом деле Радует Если сейчас Они Сойдутся На том Что потеряют Ну максимум 2 девайса То вроде как Могут Чувствовать себя комфортно Учитывая что против них Играет G2 Без экономики Особой Для Вейлианс Должно все складываться Хорошо за защиту Но Никто не отменяет Интересные атаки От G2 Ведь возможно Что-то они Успели Смотреть У команды Вейлианс Пока те их Атаковали И вот минус А то По Джексу Бомба лежит Прям вот у Некса Тут проблема Ее подобрать надо Установить еще Это может быть Действительно Хорошая Вариация От команды Вейлианс Некса Врывается в спину А в чем проблема Некса Троих забирают Невероятным образом Шокс С деглом Посредний Убивает Некса Вот так же Перестреливает Но вот он Два фрага Кеннис Ага Видел меня Он такой А я тебя слышал Дружище Не переживай Бомба Это кстати лежит По прежнему Это 12 раунд Для команды Вейлианс Будут они забирать Этот самый Ну и Шокс Конечно постарается Что-либо сделать Но наверное Ему тут вообще Нужно подумать О себе И своих близких Возможно Засейвить просто Калаш А что изменится Из-за того Что он засейвит Ну там 4300 3400 Вообще Да Наверное Калашик бы Смотрелся Интересно Но он решает Идти дальше 28 секунд Проходит через Б-плант Но его тут На внешней стороне И отлавливают Боль Дам 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 12-6 Денег нет Выдержитесь Ну это то Как раз таки О чем я и говорил Джету Вроде как Да Вертига не банят Но при этом Играют Как Сами видите Как Шок в итоге Приходит Разносит Ну да Но так же Ты не можешь Играть против команды Которая практикует Вертига Ну Практикует Это Велинс Общение Играли Но если бы Они ее Вообще Не играли Я бы еще Подумал Ну ладно Поняту Карту Сыграли Так они Тренировать Ее могут Но не просто Так Ее будут Пикиться Ой Подожди Тут Заявочка От Закидки На Закидку Точнее От команды Велинс Интересно Хантер Ну-ка Опа Хорош Хантер Просто Просто Туда Ребята Сори Я полетел Нет Это было Красиво На самом деле Тащите парашют Хантер Слонался Он не в пабге Чтобы прыгать С карты Это Седьмой Раунд Для коллектива Джету Летний Конечно Постарается Засейвить Хотя бы Этот аук Так Распрыжечка Смог И жить И жить Просто Не тужить И уже 12-7 Там Кстати Денег Нету Команды Велинс Но как Так Без денег Ты Отыгрывать Купили Авик В итоге Авик Промахнулся И умер Зачем Нужно Дорого Смотреть На самом деле Авик Который Промахивается Это Нередко Минус Для 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 Атаки Тем более Но Летний Похоронил Да Очень сильно Атаку В плане Экономики Но у тех Есть закупка Тактическая Тотанда Видимо Перестановочки Будут делать Сейчас Там Это Хорошо Да Тактика Тактическая Пауза 12.7 Уже Достаточно Близко Подходит Ребята Из команды G2 Но Это Закуп Это Закуп На все Деньги От Команды Виллианс Ну И Может Быть Ребята Также Качели Гейминг Да Раунд Заберут Там Опять Не будет Экономики У G2 И вот Это Все Начнется Короче Вот Это Все Что Должно Все Начаться Ну Вот Эти Качели Третья Карта Третья Карта Тоже Может Начаться А Может Не Начаться 5 Раундов Разницы Догонять Нужно И Команда Виллианс Принимает Решение Закупиться В нули Что Жиз Этого Выйдет Сейчас Мы Узнаем Летний Продолжает Серию Минусов Забирает Еще И Лаки Тут Делает Фраги Почему-то Так Это Происходит Жизнь Нельзя Агрессивничать Это Правда Должны Читать Ну И Вот Где-то Эта Агрессия Должна Заканчиваться Свобода Одного Человека Заканчивается Там Где Начинается Свобода Другого Атака Ну В общем Проведите Проведите Примерно То же Самое Хотел Перевести Только На Атаку Ото Ото Заметит Ли Кенниса Есть Авик Но Вот Правая Рука Рука Правей Левей Кеннис Тоже Видит Пытается Найти Джекс Убивает Хантера Кеннис Убивает Еще Вот Нашел Все-таки Ну И вот 5-4 Ситуация Была Для команды Виллианс Но Идет Заход От команды Атаки Соответственно От атаки На точку А И Это Все Дело Заканчивается Без Каких-либо Проблем Шок Субивает Асперанто Это 12-8 Даже С опен Фрагом Для Защиты И даже В большинстве При приемке Аплента Вот Пожалуйста Тут реально Джету Могут Закрыть Вот Серьезно Джету Могут Закрыть Эту Карту И Сделать Да Погоди 12-9 Это Еще Не Приковор Там Три Раунда В Запасе Туда Сюда Эсперанто Пушит Не знаю Какой-нибудь Мид Условный И Делает Минус 3 И До До Свидания Джету Это Я Сценарий Прочитал Так Написано Там Было Простите Ух уж Эти Спойлеры Но Никто Не отменяет Возможность Взятия Экономического Валенс Один Раз Уже Были Близки К этому Но Немножко Некуда Заход Пойдет Команд Джету Ребята На Бо Идут А Валенс Здесь Нам Вообще Пятером Так Бывает Кто У нас Что Делает Джекс Смотрит Поджимку Команды Виллианс А сами Джету Уже На Б Лаки Говорит Ребята Тут Чисто Заходим Не стесняемся Так Лаки Набивает Мексу Убивает Хантера 1200 долларов Заработал Уже С этих Двух Фрагов Неплохо Глаз Радуется Ну и Девятый Раунд Джету Забирают 12-9 Да И следующее Снова Будет Закупка Но Вот Дойдут За Десятку Начнут С Проблем Валенс Это Точно Остается Вот По идее Одна Закупка Которая Отделяет От Такого Неудачного Расклада Хотя Старф Кирплей Не был Напоминаю 11-4 И Всего Лишь Один Раунд Зак Тм Мюс От Джекса Убирает Он Асперанто Мюджет У вас Пряли Ну Как Сказать Тут Опять Привет Экспертам Чатики Про КТК Да Это Реально Очевидно Что Джесту Здесь Будут Доминировать За Т Как И Любая Команда Которая Играет На Вертиго Т Является Очень Сильной Стороной Здесь И Мы Это Видим Достаточно Сложно Вообще В целом Отыгрывать На Защите Если Сейчас Вэльянсы Вот Прям Сейчас Не Начнут Набирать Раунды Их Просто Съедят Вот Прям Серьезно Команда Вэльянс И Причем Жту Даже Не Знаешь Такие Не скажут Вообще Что-либо Вот Кеннис Делает Фраг По Отто И Вроде Как Готовили То Не Готовили Но Атака Все Решает И Мы Это Прекрасно Понимаем Да Непонятно На самом деле На стрельбу Не на стрельбу Здесь Просто Вот Кеннис Видишь Смотрит Отто Сам Выходит Умирает За защиту Да Выходит Некси Забирает Лаги Которые Тоже Просто Выходил И Да Вразмение Еще Эсперанто Саманы Почудили В остальном Джек Забирает Хантера Вот Теперь Неприятным Образом Складываются Эти Перестрелки Защита Теряет Паритет И Нужно Теперь Как-то Выходить Из Меньшинства От Силая Минута В распоряжении И Французы Принимают Решение Уйти Под Б Что Ли Или Спины Посмотреть Синхронно Что-то Это Странно Знаешь Как Ты Это Сказал Что Раунд На Нике Был От Вейлинс Да Когда Они Прочекали Рампу Никого Там Не Встретили Ушли В лобби Умерли На То же Самое И Здесь Может Произойти Но Пока Что Угадывают Мудрят Мудрят Много Угадывают Но Не Вейлинс Кенни Заходит Убивает Летний Его Вот сейчас Если быстро Прибежать На бэк Как-нибудь Тут быстро Конечно Не получится Прям Хотя Если Прыгнуть В окно Попытаться С окна Действовать Так Некса Неужели Он будет Прыгать Как Его Тиммейт Так же Жестко Почему Как Как Хантер Есть Его Тиммейт Некса Тогда Улетел Хантер Улетел Все Нормально 2 в 2 Все еще Есть Дефус Киты Щипчики Можно Постараться Забрать А что За Молотов Можно Было На Другую Позицию Откинуть Ну Ладно Может Бэть Сейв Тогда Бомба Тикает Сильно Летний Тикает Летний Нужно Тикать Убивает Он Джекса Но Амон Его Перестреливает Что На самом Деле Здесь Вайленс Уже Не Выкарпкаются Пока Сложно Сказать На самом Деле То есть 12 Здесь Это Все еще Не проигранная Встреча Даже Прищете 12 12 Все еще Хорошие Шансы Держаться За КТ Сторону Но Потенциал Атаки Я Теперь Вижу То есть Если Вот До Начала Этой Карты Я Не Особо Понимал Как Будут Джек Ту Работать То Сейчас Можно Сказать Что Они Понемножку Прощупывая Карту Понимают Как Играет Их Соперник И Благодаря Хорошему Опыту За плечами Этих Игроков Они Очень Легко Адаптируются Ну Опыт И Разумеется Сторона Атаки Которая Невероятно Сильна Здесь Даже Не о чем Вести Разговоры Шокс Откинул Коктейльчик Закинул Все Это Смачком Посолил Пеперчил Откидывает Еще Коктейльчик Туда Еще Каешечку В общем Все Как надо А это Три игрока На тучке Б Сюда Заходит Шокс Пока Никого Не видят Да и в целом Не торопятся Ребята Сами Так Здесь Нужно Сжить Диглеру Спиранте Некс Ибает Шокс Икантер Убивает Аманека Но Джекс Ибает Летний И вот Открытый Аплент Перетяжка Вся От команды А могут Сейчас Пойти На Б И Тогда Будет Круто Надо Делать Много Рома Вот Если Джекс Потеряет Девайс Это Беда Так Он Еще Убегает Я Не Слышь Тыв Оттяжку Не Значит Это Будет Скорее Всего Не А Будет Б У Некс Вот Это Очень Важно Некс А Вот Боль Минус Откинется На Ротации Но Все Равно Это Два Что написано На заборе Раскарте Это Контрид Кеннис Стреляет Из рук Он Поставил Некс В угол Это Это Один Строн Для Джету Это Ох Я Не Знаю Тут На самом Деле Уже Такие Раунды Не Выигрывают Вообще Что Может Выигрываться Для Коллекции Уа Уильямс Мало Что Именно Так Ну Да Ладно Кеннис Контролит Лестницу Вместе С Джексом Они Рассматривают Разные Направления Это Еще Иваки На Саппорте Под Б Плентом Летний СВП Под Аутен СВП Под Б Дабыло Пристабли Защиты Два Ауга И Одна Двадцать Пятка Да Два Весла Два Авика Непосредственно У Ото И у Летни Есть у Этих Парни Девайсы Ну и Против Них Соответственно Будут Ребята Стараться Здесь Задефать Хоть Как Нибудь Хоть Какой Нибудь Раунд Давайте Смотреть Выход Опять На точку А Выход Очень Хороший Любимый Можно Сказать С Коллективами И Что Что Команда Джетун Имеет все Шансы Откинуть Бак В этом Раунде Расстрелялся Расстрелялся Парнишка После минус 1 1 11 Уже Идет Сколько У нас Получается 11 3 17 Это Не сказать Что Хорошо Но Сравнивая С тем С тем Он шел Это Неплохо В разы Лучше Да 30 секунд Французы Должны Это понимать Под Б Плэнтом Укрепление Защита Стягивается Чуть ли Не полностью Здесь Ну что Джекс Почему Так долго Он шифруется Под Закидка Аплента И выход Именно Вб Впоследствии Что-то Прям Вэллинс Читает Реально Жестко И бомба Скорее Не будет Установлена Ото Мажет Кеннис Убивает Ну вот Главный Убить Бомб Кэрри Всех Убил Там Выиграем Что Как В смысле Только что Было 2 в 1 А что Произошло Просто Успели Всех Убить До Времени Они За Секунду По-моему Сделали Минус 4 Да 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 Две Секунду На таймере Ситуация 2 в 2 И Это Что Это Вообще Это Такой Трофейл Я Такого Я Было Защите Открываться Зачем Я Били Бомбу Все И Прячьтесь Ну Елки Балки Дарят Житую Игру Реально Дарят Я 20 Друзям Это Магический Да И Вертиго Какой-то Да Нет От Магическая Атака Как бы Вылив Не Готовили Карта Не Через Делает Магическое Так Точно Какое-то Заклинание Похоже Ну Да Так Голову Видно 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 Голову Так Енис Пытается Еще Смотреть Эту Позицию Ну Вот Она Хаешечка Не Самая Точная Вот Она Еще Одна Хаешечка Уже Поточнее Но Тоже Неприятно Ладно Друзья Ну Что Выход Под Точку А Здесь Есть Опорники Здесь К ним Идут Шокс Убивает Нексу Шокс Убивает Еще Одного Второго Хантер Падает Аспиран Также Падает Тринадцатый Для команды Джету Тринадцать Двенадцать Уже Выходит Вперед Поздравляем Их Ребята Все-таки Выкропкались Из-за Достаточно Сложной Ситуации Тринадцать Двенадцать Тактическая От Вэльянс Третья Предпоследняя Ну Друзья Как говорится Присаживайтесь Поудобнее Сейчас Мы с вами Будем смотреть Затем Как Вэльянс Будут пытаться Ввести Пранк Под контроль А Смогут ли А вот это вопрос Потому что Пауза есть Но Я боюсь Что вряд ли Ну потому что Очень много раундов Уже было отдано Своих А на Присчете Одинадцать Двенадцать Вообще Вот никак нельзя было Это всего Один раунд За защиту От команды Вэльянс И на самом деле Вот я Что на самом деле Замечаю Последнее время Что та Команда Которая начинает За защиту На карте Вертига Набирая Вот знаешь Эти первые раунды Там Два Три Четыре Пять Этого уже Очень много Этого может Хватать На самом-то деле Если они дальше Будут показывать Хоть какую-то атаку На карте Вертига И это и происходит То есть ребята Просто взяли Свою пятерку Ладно Не пятерку Свою четверку Четверку Могли взять больше Гораздо больше Могли взять больше Но в итоге-то Эта четверка Вот хватает Достаточно Очень 12 Уэльянс Всего Один раунд За защиту Ну и конечно Это ни в какие Ворота Даже вот такие Самые раунды Которые Ну просто ваши Делайте 13-12 Выходите вперед Попробуйте Разрушить экономику 13-11 Даже Там 12-12 12 был еще 12-11 был счет И на двух секундах Выигрывают Да Ну вот это беда Эсперанто забирает Джекса Предварительно Был интерь от Кенниса По Хантру Ребята стараются Между собой Тут завязывают Некоторые Перепалки Вот он Находит По Кеннису Возможно Это и будет Еще один раунд Для Вэльянс И что-то Самим придется Немножко Переработать Атаку Эсперанто Убивает Амонека Так 13-й На подходе Для Вэльянс Казалось бы Не все так Потеряно Шокс Вместе с Лаки Заходят Чекают все позиции Бомба на руках Лаки Должен ее Плэнтить Так Шокс С одной стороны Нужно наверное Убить Потому что Они в меньшинстве Во Не убьешь Просто так Шоксу Здесь было жизненно Необходимо Делать даблкил Лаки Не горит Молик Не горит Не горит Лаки 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 Нет Его тут уже дожали Времени нет Ну 13-13 Все таки Вэльянсы берут Денег там очень много Амонека За 15 тысяч Дроп Раздаст И более того До конца Наверное Вообще Этой карты Здесь будет Закуп у ребят С команды Что не сказать А Вэльянс То есть Сейчас они забрали 13-й раунд Да конечно Это Здорово Красиво И неплохо Но Так или иначе Это очень Сложно Сейчас Для команды Вэльянс Еще вернулся В эту игру Лаки Два фрага делает Вот на размене Но это уже 4-3 для атаки Кто-нибудь Остановить Этого молодого человека Летний Лоу хитовым Остается Минус от летней По кенесу Далее ХП Конечно летний Не позволяет Ему просто так Танковать Джекс тоже теряет Немножечко здоровья Хотя Чуть больше половины Шок забирает Отом Да Эсперанто Летний Эсперанто Делает минус По джексу Шокс И Амманы Против летний И Эсперанто Эсперанто Последний Беда Печаль На самом-то деле 14-й уже не за горами Для команды Джету Если только Эсперанто Здесь не затащит 1-2 Но это будет Очень сложно сделать Эсперанто 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 Этот вертига Наш с тобою Страшный Кстати Заходит в спину Кстати В спину Эсперанто 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 Так Раз Давай второго Хорош Ха-ха Эсперанто Выигрывает 14-й Довелинс Так как Эти раунды Вообще Берутся Командами И это Пауза Сразу Это Просто Беда Друзья А ты Представь Что будет Житу Если они Сейчас Дадут Карта 16-13 Или что-то В этом Это будет Типа Чего Кого Столько Везения И И мимо Сейчас Ставят Паузу Денежка Все еще Имеется Слабая Очень Слабая Денежка 5300 5250 3700 Кого-то 3000 Даже Нет Но Это Лаки Это Лаки Который Минус 2 В предыдущем Раунде Дал На самом деле И Ситуация Это Была 5-3 Он Лас Плэс На Спиранта В спину На Лохе Не Забоялся Везения Тайминг Это И Везения И Опыт Опять Спадения На Карте Ну Ладно Как Скажешь Так Скорить Не Буду Ну И Скажи Ну И Говорю 14-13 За командой Вэльянс Ооо Тут G2 У нас Идут На 15-13 То есть На Заведомо Допы Экономические Составляющие Интересное Решение Кстати Учитывая То что там было у двоих 5 тысяч Решают отыграть Именно вот таким образом Ну Интересно Близкие дистанции Есть смоки Есть раскидки Опять же Хотя С другой стороны Хороший шанс у них есть на этот раунд Так или иначе Вот она Раскидка Хорошая Дефолтная Коктейли Все горит Все в смоках Подсадки будут Но А где выход-то? А где выход-то? А выход сегодня выйдет погулять? Ну Они понемножку просачиваются в сайт Да вот Минус от Джекса Полетний Минус от Эсперанто По двум соперникам Не дочекали его Но Джекс Сделает еще один минус И далее Три в три Двайс нужно подобрать Игрокам атаки Каким-то образом Но сделать этого Не позволит Хантер Остается Хитовым Но ситуация Большинства для защиты На самом деле Там было два варианта Когда ребята Должны были делать фраг Там буквально Вот Эсперанто Должны были убивать Просто обязаны были До этих двух фрагов Потому что он был Зафлешенный Там не знаю Каким образом Просто не обратили Внимание на него 15-13 Валенсы Слушайте Ну берут Два ма-поинта На самом деле До такого 2-1 Лохитовы Эсперанто Заходит в спину И это Хоронит Всю карту Вертили Ну не все Но Как не все Сейчас Если проиграет Всю Десятком Бэк Раниш Вали Всего Два раунда До допов Ты в это Ты вообще В это веришь Да Ну ладно Почему бы и нет Все может быть Сейчас Вообще Учитывая то Что атака Сильнее Должна быть На этой карте Должна Но она И сильнее Очевидно Смей сколько Раунд взяли Ребята из Жту И сколько Раунд взяли Валенс Напомню Счет 11-4 Был после первой половины Здесь Валенс Всего 4 взяли А вот Жту взяли 9 Ну что Кеннис Рядом с туалетами Ходит Шок Смотрит Мид Джекс Откидывает Флешечку Но понимает Жту Что все Ошибок Шансов Шансов на ошибку Больше нету Либо сейчас Мы закрываем Все на допы Либо мы Закрываемся И идем на третью карту Там уже С такой Нас два Моралька И на самом деле Будет очень сложно Ну понятно Что карта хорошая Для команды МГ2 Но так обидно Это уже самое Валенс касается Будет неприятно Так Флешечка должна быть Тут Ну под выход Я очень А Манек Убивает Аспиранта Аспиранта Что-то даже не Зареагировал Как-то Особо Манек Правда Потом падает От летней Но выход Все-таки Будет Похоже Что под Аплент Потому что Здесь занятие Уже идет Достаточно Серьезное Хотя Сами игроки Не знают Вот Хантер Убивает Шокса Ну что с командой Г2 Куда идут Своих соперников Сделали первый фраг Дальше Зачем идти Просто стоите По позициям И чильте Ну и в итоге Будет решение Идти на А Здесь соответственно Есть Хантер Который откидывает Флешечку И в общем-то Летний так же Два Уга Которые могут Закончить Наверное Друзья Этот Дейвер Тига Хантер Ошибается Немного Здесь Джекс Его должен закрывать Джекс Его закрывает Три в три Летний правда Не ошибается Убивает одного Лаки тут с Кеннисом Пытаются давить И додавливают Ото правда Убивает Лаки А там времени нету Это победа Это Кеннис Который может Все еще выиграть Кеннис Убивает одного Кеннис Четыре секунды Времени нету Здесь нужно жить Некси Кеннис Кеннис Немножко не хватило 16-13 Я честно Не понимаю Что здесь происходит Но команда Вэльянс Все-таки выигрывает Это Двертига И третьей карте Быть Один раунд Будет ДАС-2 Друзья Действительно Полуфинал Второй Последний Выход в финал Где уже ждут Ребята из команды Маус Спортс А для вас Студия РУХАП Александр Закрыг Думенко Андрей Нишарт Скоро вернемся Продолжение следует...